здравствуйте ребята посмотрите куда мы сегодня с вами попали мы с вами оказались в лесу сейчас в лесу очень много интересного столько интересного что еле помещается в моё грибное лукошко посмотрите что там такое а давайте проверим как хорошо вы знаете грибочки я буду доставать из своего грибного лукошко грибочек а вы называйте а в конце мы с вами посчитаем сколько всего грибочков оказалось в моем лукошки и так готовы проверить знания какие вы грибники и так первый грибочек который мне попался это вот такая вот розовая но она бывает и не только розовая бывает желтая красная и даже серая называется этот грибочек скажите ко мне как сыроежка это первый грибочек а вот и еще одна сыроежка но посмотрите в этот раз какого цвета у нее шляпка правильно шляпка у сыроежки у этой желтая смотрим дальше какой еще грибочек попался мне что это за красный красавчик смотрите какие точечки у него на шляпке какая красивая ножка с юбочкой этот грибочек называется мухоморчик но несмотря на то что он очень красивый он несъедобный есть его нельзя что же дальше достану я из своего лукошка что за рыженький красавчик посмотрите он по цвету похож на какую-то зверюшку лесную угадали как называется этот грибочек он похож по цвету на лесу и называется он лисичка а у этого грибочка есть еще вот такой вот похожий он тоже рыженький и называется рыжик лисичка и рыжик два разных грибочка но они очень похожи оба они съедобные очень вкусные достаем дальше из моей корзиночки какой-то вот такой вот грибочек красивый на ножки на тонкой с юбочкой знаете что это за грибок такого цвета если нет можете попросить помощи у родителей назовите а я вам подскажу это грибок несъедобный он опасный точно так же кому как мухомор есть его нельзя называется этот гриб бледная поганка несъедобный гриб не возьмем его в свою лукошку ну что готовы продолжать что еще за грибочек есть в моем грибном лукошку какая-то длинная ножка шляпка только что вытащили из земли посмотрите этого красавчика рос он под березкой это вам подсказка как называется этот грибочек попробуйте догадаться рос под березкой и называется подберезовик это очень вкусный съедобный грибочек мы его берем волокошка и смотрим что же еще попадется мне какой-то маленький вот такой вот светлый грибочек он похож чем-то по цвету наверно на поганочку но это гриб съедобный называется он шампиньон его даже можно встретить в городе не только в лесу и они часто продаются в магазине ой здесь у меня несколько одинаково грибочков посмотрите-ка эти грибочки растут вместе целыми семейками в лесу и попались они мне тоже парочкой растут эти грибочки на пеньке поэтому название у них тоже очень похоже на слово пень называются они опята есть опята с вот такими красивыми юбочками а есть опята без юбочек они бывают съедобные и ложные несъедобные нужно уметь различать грибочки для того чтобы знать какие можно есть а какие есть нельзя лучше спросите взрослых и в моем лукушке осталось всего два грибочка о ой какой необычный шоколадный посмотрите-ка эти грибочки попадаются осенью редко это сморчок или строчок я не очень хорошо в них разбираюсь честно поэтому вы можете спросить родителей может быть они лучше разбираются и подскажут что за грибочек вот с такой шляпкой сморчок или строчок и последний грибочек который оказался на дне моего лукушка такой грибочек мы с вами уже видели в самом начале мы начали с такого гриба помните как он называется это большая сыроежка это маленькая сыроежка съедобный вкусные грибочки мы берем их в лукушка давайте посчитаем сколько всего грибов я сегодня нашла считайте вместе со мной 1 2 3 4 5 6 7 8 не помещаются в лукушка все грибочки 9 10 вылезают опятки 11 а еще два грибочка которые я нашла вспоминайте название это мухомор 12 и бледная поганка несъедобный мы их в лукушка не возьмем потому что они несъедобные здесь у меня оказалось целая лукушка грибочков съедобных их можно жарить солить некоторые можно мариновать сушить варить суп подумайте и спросите родителей что еще можно делать интересное с грибочками надеюсь что вы запомнили какие грибочки есть у меня здесь и сейчас когда будете в лесу обязательно смотрите под ноги и вспоминайте грибы которые мы с вами уже сегодня видели до следующего занятия пока пока